Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать о том, что такое индекс S&P 500 и как он выглядит. Для начала немного истории. В самом начале века в Америке очень сильно развивалась всякие биржи и так далее. И тогда еще не было компьютеров, не было, естественно, интернета, мониторов. И все курсы, все котировки писались там буквально мелом на доске. И уже были всякие газетчики, журналисты. И среди этих журналистов были двое, которые начали писать там колонки ввести на экономические темы. И их звали Dow и Jones, как вы понимаете. Индекс Dow Jones изобрели они. Им пришла идея, а давайте выпустим отдельный листочек. Потом этот листочек переродился в небольшую газетку, которую они так и назвали. Ну, как они могли назвать эту газетку? Дело в том, что биржа находилась на улице Уолл-стрит. Это очень маленькая улица там на юге Манхэттена. Очень узенькая Уолл-стрит. Почему она и называется Уолл-стрит? Улица. Уолл – это стены. То есть там как бы очень узкая улица. На ней находится биржа. Так вот, они назвали эту газетенку Уолл-стрит-джорнал. И просто стали публиковать котировки акций, ну, ежедневно. И потом они стали публиковать там статьи какие-то о том, какие компании, что делают и так далее. Что такое котировки акций? Смотрите, вот у каждой акции есть свой курс, по которому там, ну, покупают, продают, он устанавливается на бирже. И если все акции, количество всех акций компании умножить на этот курс, то получается капитализация компании. То есть насколько компания крупная. Так вот, им пришло в голову, что давайте-ка в виде таблицы, и эта таблица будет по крупности компаний. То есть в ряд их выстроим. То есть сверху будет самая крупная компания, потом поменьше, 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 поменьше. То есть компании рассортировали в ряд. Давайте посмотрим. Вот я тут рассортировал другой график немножко, но чтобы было понятно, я вам покажу его сейчас. Вот получается примерно такой ряд из компаний. Видите? Их если в ряд поставить, то сначала будет крупный, потом помельче, помельче, помельче и так далее. И дальше им пришла в голову мысль, что на самом деле самые интересные компании находятся, конечно же, где? Ну, где-то в начале. И если мы будем рассматривать, сказали они, основную часть этих компаний, то есть самые главные компании, то мы сможем видеть, ну, как ведут себя и остальные компании, потому что все более мелкие компании, основная мысль, зависит от более крупных. То есть если у крупных компаний бизнес идет хорошо, то, скорее всего, у мелких тоже будет хорошо, потому что они все взаимосвязаны. Вот такая основная мысль. И дальше им еще одна мысль пришла в голову Доу и Джонсу. Они говорят, а что если взять, например, да, и огромное какое-то количество денег и распределить, распределить эти деньги вот среди этих крупных компаний, ну, то есть гипотетически как бы, вложить вот в эти самые крупные компании, значит, пропорционально их весу, их объему. В первую компанию мы положим побольше денег, во вторую чуть меньше, в соответствии с тем, сколько здесь есть. И вот все эти деньги, ну, какую-то большую сумму мы распределим. И получится, что наш пакет будет распределен вот между этими компаниями. И если вот этот пакет начнет расти, то это значит, что экономика растет, что в среднем все компании растут. А если этот пакет будет падать в цене, то есть вот мы взяли, например, ну, например, миллион долларов, да, и распределили пропорционально в каждую из этих компаний по чуть-чуть. Потому что, ну, акции все могут стоить там от нуля до, там, 10 тысяч долларов, например, за штуку или до 100 тысяч долларов. А здесь просто вложение, то есть сколько денег вложено в каждую акцию пропорционально. И получается, что вот этот вот вклад, который вот мы вложили, например, там, ну, миллион долларов, да, если, кстати, его стало больше, значит, соответственно, экономика Америки выросла. А если этих денег стало меньше, то значит, с экономикой Америки что-то не лады. И они взяли для примера, ну, так как это надо было считать каждый день, то они взяли для примера какое-то количество вот этих вот компаний, вот примерно такое, и сказали, что это индекс, эти компании будут входить в индекс Доу Джонса. Вот от этих компаний зависит все. Вот, поэтому они назвали этот индекс Доу Джонс. Вот, но этот индекс просто существовал очень долго, вот, очень-очень долго. Но потом появились и компьютеры, и автоматизация, и все это можно было сделать уже автоматически. И в индекс Доу Джонса входило всего-то там, ну, они дюжинами считали, насколько я помню, 48 компаний всего лишь. 48 компаний, потому что вручную считали там на калькуляторах, это было достаточно сложно. И они каждый, в каждом выпуске своей газеты, Wall Street Journal, публиковали вот динамику курса Доу Джонса, динамику индекса Доу Джонса. И эти ребята получили за это Нобелевскую премию. Вот, а потом уже, когда компьютеры появились, когда можно было все это автоматизировать, появились рейтинговые агентства, и вот рейтинговое агентство S&P, она сказала, что, друзья мои, намного точнее будет состояние американской экономики, если мы будем учитывать не только вот эти компании, которые в индексе Доу Джонса, а побольше. Вот, сколько побольше? Да вот столько. Вот. То есть 500 компаний. Давайте возьмем 500 компаний, не как 48, как в индексе Доу Джонса, а 500 компаний, и это будет индекс называться S&P 500. Понимаете? Вот. И вот этот индекс S&P 500 показывает состояние всей американской экономики. Но потом, через некоторое время, значит, другие люди, они говорят, слушайте, ну, наверное, это хорошо, конечно, но есть какие-то отрасли экономики, которые, они уходят в небытие, но, например, скажем, упряжь для лошадей, там, сказать, ну, когда появились моторы, двигатели, оно уйдет когда-нибудь, ну, и так далее. Поэтому надо рассматривать более интересные нам высокотехнологичные компании. И поэтому давайте мы будем делать этот же индекс такой же, но только там будет, так сказать, какое-то количество высокотехнологичных компаний, которые используют технологии. И так появился, значит, индекс NASDAQ. Соответственно, значит, ну, как-то вот он по-другому выглядит. Вот, ну, вы понимаете, да, что это уже другой немножечко индекс, это NASDAQ. Вот, и потом появились уже и другие индексы, они говорят, хорошо, ну, а давайте такой же индекс сделаем по банковскому сектору, такой же индекс сделаем по промышленному сектору, металлургия, например, да, такой же индекс сделаем по сельскому хозяйству. И по каждому индексу будет отдельная позиция. Ну, как бы, то есть, как развивается та или иная отрасль. Телекоммуникации, интернет, сельское хозяйство, значит, промышленность и так далее. То есть, есть отдельные индексы по банковскому делу. Ну, технологии развиваются, и появилась следующая идея. Давайте сейчас еще одну идею потрясающую покажу. Компания Finviz решила сделать следующее. Они говорят, а давайте мы все эти компании не просто столбиками расположим, а в виде такой вот, как бы, ну, лужайки. И на этой лужайке будет, мы сделаем следующее. Будем по секторам экономики, технологии, финансы, потребительские товары, сервисы, услуги, основные материалы производства. Health care – это здравоохранение, industrial goods, промышленные товары, utilities. Ну, не знаю, что такое. Вот, не помню. Вот, health care. Да, я сказал. И в каждой вот из технологий, пожалуйста, в технологиях. Интернет-информация. Провайдеры интернет-информации. Application software – это, значит, приложения математические. Telecom services – это системы передачи данных. Или семиконтактерс, полупроводниковое производство. Информационные технологии. Чисто семиконтактер специализе. А здесь? А, здесь полупроводники, широкая линейка. А здесь чисто вот на полупроводниках. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Коммуникации. Здесь, значит, крупнейшие финансовые организации. Кредитные сервисы. Ну, и так далее, и так далее. Потребительские товары. Пожалуйста, Apple. Ну, и так далее. Вот разбили такую лужайку. И прямо по технологиям. И в каждом секторе экономики соответствующее какое поле занимает вот эта вот компания. Ну, и здесь вот сразу все наглядно видно. Посмотрите. Google, Facebook, Twitter, Verizon. Amazon. Akamai Technologies Incorporated. TripAdvisor. Вот так. Вот. Здесь Microsoft. Понимаете? Это занимает лидирующее положение математическому обеспечению. Но, кроме этого, есть Automatic Data Processing Incorporated, CA, не знаю, что такое, Citrix, F5 Networks, Iron Mountain Incorporated. Вот. То есть, ну, как бы, вот они разбили, и какую долю в том или ином секторе занимает та или иная компания. Теперь дальше. Ну, в этом поле, чем интересен еще этот сайт, тем, что в этом поле можно отметить, ну, скажем, насколько акции компании растут в данной или падают. Ну, соответственно, чем ниже упали акции, тем более красный цвет. Здесь потемнее, потом он становится черным, потому что, ну, практически ноль. Когда зелененький, это значит, акции растут очень сильно. Причем такой салатовый зеленый, значит, акции очень хорошо растут. Вот в данный момент это состояние индекса S&P 500 за вчерашний день, за последний день. Посмотрите. Ну, видно, что вот только два сектора растут. Это Coca-Cola и Pepsi-Cola, то есть, beverage – это напитки прохладительные, и utilities, electric utilities, и установки на самом деле. Вот какие-то крупные промышленные, судя по всему. А, вот еще есть переработанные и упакованные продукты. Вот в продуктах растут сектора. Ну, и каждый день вот здесь, на этом сайте, это сайт finviz.com. Очень шикарный сайт, вы его регулярно видите. Можно видеть визуально, как растут компании, как они растут. И вот я могу постоянно посмотреть, во-первых. А, во-вторых, я могу кликнуть просто по любой компании и посмотреть. Вот видите, вот он сектор, technology, да. И здесь вот в этом секторе я навожу, и меняется, ну, как бы, та компания, на которую я навел мышь. Причем, вот я навел на Facebook, например, нажимаю на Enter. И появляется уже динамика акций компании Facebook. И здесь появляются все мультипликаторы. Она входит в S&P 500, видно, да. Market Cap, капитализация, рыночная капитализация. Income – это выручка, sales, продажи. Вот такой он индекс S&P 500. Я надеюсь, что я достаточно доступно объяснил, что такое индекс S&P 500, в том числе и NASDAQ и так далее. Ну, что еще могу сказать, что все страны после этого тоже ввели, конечно же, свои индексы. В Германии все-таки DAX, 100, насколько я помню. Есть европейский индекс, есть французский индекс, есть, вы знаете же, Nikkei индекс. Индекс – это японский индекс, ну и так далее, и так далее, и так далее. Что по поводу России? В России есть два индекса. Два. Есть индекс Мосбиржи, ну или раньше он назывался индекс ММВБ. Биржу ММВБ переименовали, сказали, что это, ну, недавно, года три назад, это Мосбиржа. То есть есть индекс Мосбиржи или то же самое, что индекс ММВБ. Туда тоже входит какое-то количество российских компаний, которые котируются на московской бирже. И там в этот индекс входят все компании, но этот индекс рассчитывается в рублях. То есть, например, мы взяли миллион рублей, вложили, ну, не миллион, там тысяча, вот, и пропорционально, если вложить, то, соответственно, насколько он растет или падает. Мы видим, как растет или падает российская экономика. Но индекс Мосбиржи рассчитывается в рублях. А рубль, вы знаете, не самая устойчивая валюта. Поэтому другая биржа, которая была до того, как они объединились с московской биржей, была биржа РТСБ, вот, российская товарно-сырьевая биржа. И она вела другой индекс, который, ну, тогда еще в начале 90-х была бешеная инфляция. Они сказали, что они были не такие государственные, как ММВБ. И они сказали, что денежки всегда, ну, в те времена считали в долларах. Они говорят, надо считать в долларах. И поэтому есть практически точно такой же индекс РТС, но то же самое, но в долларах. То есть, как ведет себя российская экономика в долларах. Поэтому, ну, индекс РТС, наверное, более интересный. И как это можно использовать? Ну, во-первых, используют для того, чтобы понимать, что экономика растет или падает, или в боковом тренде находится. То есть, она стагнирует, во-первых. То есть, это видно по индексу, насколько меняется индекс, во-первых. А во-вторых, ну, для того, чтобы купить акции всех компаний страны, надо очень-очень много денег. Даже если по чуть-чуть. Вот. А для того, чтобы, ну, как бы торговать, придумали следующее. Можно торговать индексом. То есть, есть какие-то фонды, которые говорят, а давайте мы в складчину купим вот все эти компании в соответствии с этой пропорцией. Ну, например, есть компании, индексные фонды, индексные фонды ETF, которые говорят, давайте мы в складчину просто соберемся. Вот. Вы берете пай этого фонда, покупаете какой-то. И ваши денежки, там, скажем, ну, там 200-100 долларов можно вложить, небольшие совсем денежки, вы вкладываете. И эти деньги становятся частью вот этого огромного фонда индексного. А индексный фонд просто все деньги берет, сколько у него есть денег, распределяет пропорционально между всеми компаниями. Вот. Есть индексы, которые опираются на, вот, есть ETF, которые, такие вот коллективные инвестиции, которые как раз опираются на индексы. То есть, можно 100 долларов буквально вложить в индекс S&P 500 или там в другие. Есть компания Vanguard, Vanguard, по-моему, там 5000 компаний. То есть, они просто равномерно распределяют в соответствии с весом той или иной компании. Вот. И что я еще хочу сказать, что индекс, вещь не постоянная, регулярно, раз там в месяц или раз в несколько месяцев туда вносятся поправки. Ну, смотрите, вот этот вот, как я уже показывал, список есть компаний, да. Да, но некоторые компании входят в этот список, а некоторые компании начинают, ну, отставать и, соответственно, там есть борьба идет за то, что, ну, в конце, понимаете, да, какая-то компания вдруг выросла, она стала лучше. Ее включают в расчет индекса, другая компания стала хуже, ее доля уменьшилась и, соответственно, ну, зачем ее считать, ее исключают из индекса. Поэтому регулярно в экономических новостях пишут, что в расчете индекса там S&P 500 или индекса Мосбиржи или индекса РТС вносятся изменения в связи с тем, что та или иная компания уменьшила свою долю и, соответственно, вносятся изменения в расчет индекса. И теперь в расчет индекса будут входить вот такие компании. И, наверное, именно поэтому, то есть в индексе всегда есть самые лучшие компании, поэтому индекс растет несколько быстрее, чем вся экономика. И на этом основаны инвестиции вот как раз в индекс S&P 500. И если рассмотреть на протяжении длительного времени, 50 лет, я думаю, что сейчас вы увидите график, как рос индекс S&P 500. И если посмотреть за последние лет, ну, сколько вообще существует статистика, лет 80 или 100, то индекс S&P 500 постоянно рос, но у него были какие-то периоды. Но если рассмотреть любой, абсолютно любой период в 10 лет, то есть на протяжении 10 лет, на любом отрезке времени, получается, что на любом отрезке, когда бы вы не вложили в индекс там, в самые лучшие годы, когда он после этого начал падать, или в самые худшие, тогда он растет быстрее, то на любом отрезке вы не прогадаете, то есть когда бы вы не вложили в индекс S&P 500, вы всегда оказывались в выигрыше. Поэтому вот эти индексы, они играют первостепенную роль, и на них все ориентируются. То есть если компания развивается быстрее, чем растет индекс, то говорят, что у нее хорошая альфа, хороший коэффициент альфа. То есть что такое коэффициент альфа, насколько компания лучше, чем индекс, или хуже, тогда коэффициент альфа будет меньше единицы. Соответственно, вот таким образом я вообще все рассказал про всякие индексы, и даже про коэффициент альфа, и много всего-всего-всего. И я надеюсь, что эта информация будет многим полезна, многим интересна, поэтому поделитесь, пожалуйста, со своими друзьями вот этим видео. Поставьте лайк, подпишитесь, потому что, да, поставьте колокольчик, потому что будет всего много еще интересного, поэтому оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.